Добрый вечер, дорогие друзья! Поставьте крестики, если у вас хороший звук. Слышимость хорошая? Поставьте пару... О, отлично! Значит, сегодня мы с вами еще раз возвращаемся... Спасибо! Еще раз возвращаемся к современным представлениям обожирений и я вам обещала правильное питание, которое восстанавливает биохимию мозга. То есть у нас сегодня такой с вами немножко напряженный график, потому что мы с вами должны еще раз закрепить программу нормализации веса. Ну, не просто нормализации, а программу здоровья для того, чтобы просто не болеть. И с другой стороны мы еще должны... Я еще раз вам расскажу, вот это питание принципиально для чего? Для чего оно нужно? Оно все... Сейчас все в слайдах находится, поэтому презентация будет записана, и у вас дома будет эта презентация, и питание все будет, и вы сможете сами спокойно там распечатать себе и иметь на каждом столе. Итак, значит, программа ожирения, то есть проблема ожирения на сегодняшний день практически одна из самых актуальных. Почему? Потому что жировая ткань – это огромный гормональный орган. И самое главное, в жировой ткани заключено огромное количество энергии. Вот. Вообще жир сам по себе, самый энергетический продукт. 1 грамм жира – 9 килокалорий, белок – 4, углеводы – 4. Поэтому то, что я вам говорила по холестерину, что от чего повышается холестерин? А холестерин повышается от того, что мы начинаем передать углеводы, особенно легкие, и печень растормаживает синтез 3 глицеридов. Вот за счет, когда человек переходит на эту обезжиренную пищу, якобы которая помогает нормализовать вес, но забывает про то, что нужно вообще не есть, ну практически исключить из своего рациона легкие углеводы, вот тогда и наступает, во-первых, опасность, угроза по сахарному диабету, а во-вторых, наступает угроза по ожирению. Поэтому мы сегодня, я так вам по-быстрому все это буду рассказывать, значит, поэтому ожирение – это сложное нейроэндокринное заболевание, очень сложное нейроэндокринное заболевание, которое, значит, связано не только с тем, что человек переедает, вот, а с тем, что в конце 20-го века доказали, что в жировой ткани находится гормон лептин, который синхронно должен работать, когда мы хотим есть, у нас с вами понижается сахар, у нас с вами выбрасывает жировая ткань гормон лептин и дает нашему мозгу информацию о том, что пора восполнить энергетические запасы. И, значит, чем у человека меньше жировой ткани, ну, как бы норма, да, у женщин 25%, у мужчин от веса должно быть 20% жира, то лептин работает регулярно, вместе у нас центр голода находится в голове. Поэтому управляется все через, естественно, через голову, через дно четвертого желудочка у нас там находится сосудодвигательный центр и центр нашего насыщения, и дыхательный центр, все находится в голове. Поэтому лептин, он как раз, когда у человека уходит лишняя жировая ткань, он нормализуется, поэтому и аппетит. И также был обнаружен белок грелин, который усиливает чувство голода, если человек делает большой перерыв в пище. И этот грелин выделили практически из всех наших основных внутренних органов. Поэтому в начале 21 века были вот эти открыты сложные механизмы нейроэндокринной регуляции как жировой ткани, так и пищевого поведения. Видите, грелин – это белок, который контролирует наш расход энергии, поглощение пищи, сокращение желудка и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что я вам говорила про нейроиммуноэндокринную систему, здесь вот все четко представлено. И все последующие наши презентации, которые будут там на следующей неделе, ну на следующей неделе я вам постараюсь дать презентацию во вторник и в пятницу по продукции. У нас вчера была очень интересная лекция, немножко отвлекусь по механизму работы наших энергоинформационных продуктов. И я вам дам вот с этих позиций презентации, чтобы вы уже тоже понимали, что происходит с вами, когда вы пользуетесь нашим продуктом, особенно энергоинформационным. То есть глазные капли, салютом, декорис, лор. Что происходит с человеком, у которого начинает развиваться ожирение? Так, еще раз сразу оговариваемся, что ожирение – это нейроиммуноэндокринная патология. Это ни отношения не имеет к тому, что вы переедаете и лежите на диване, это раньше так считали. Сейчас это нейроиммуноэндокринная патология. И человек, который начинает набирать вес, в основном сейчас набирают вес все на стрессе. И вес набирают того, что принимают неправильную пищу. Огромное количество фастфуда, огромное количество готовых продуктов. Люди едят, я вам говорила, уже более 97 миллионов токсинов попадает к нам в организм. Может попасть. К нам в организм. Из воды, из мебели, из окружающего пространства. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому организм не может их сразу все переработать, эти токсины. Он начинает их в жировой депо загонять. Огромное количество пищи, вот этой вот суррогатной, которая содержит скрытых, огромное количество углеводов. Огромное количество трансгенных жиров, которые содержит эта пища. Это все ломает наши компенсаторные возможности, и человек начинает набирать вес. Вот, поэтому, и самое главное, я вам говорила, что в этот момент происходит. Вся жирная пища, вся пища с повышенным содержанием легких углеводов приводит к тому, что у нас поражается мозг. Наступает на эту пищу выработка огромного количества допамина и серотонина. И поэтому человек понимает, что он поправляется, он понимает, что он себя плохо будет чувствовать. Он понимает, что у него разовьется целый ряд хронических заболеваний, метаболический синдром, который сейчас уже ставится в возрасте 5-7 лет детям. Вот, поэтому он понимает, но из-за того, что у него нарушается биохимия мозга, он ничего не может с собой сделать. Он ничего не может сделать, он продолжает есть эту жирную и сладкую пищу, иначе у него будет синдром отмены, как при наркомании. Он не съел этот гамбургер, у него понижается настроение, потому что падает синтез серотонина и допамина. Вот, и семейная, поэтому очень важная программа, если мама в семье приучает детей к здоровой пище, то ее дети вырастают, и они также начинают кормить своих детей, понимаете. Поэтому это очень важно. Вот, и жировая ткань, еще раз повторяю, жировая ткань – это нейроэндокринная ткань, вот, которая общается напрямую с мозгом. И вот что происходит, если человек видает. Очень хорошая сказать. Значит, это то, что я вам говорила, это самостоятельная нейроэндокринная патология, при которой нарушается гипоталамус и жировая ткань, взаимодействие. Вот, и поэтому, это раньше считали, что только переедание этому способствует, и когда ты отходишь от переедания, ты легко можешь похудеть. Ничего подобного мозги не дают. И я вам говорила, для того, чтобы восстановить вот эту ось, жировая ткань гипофиз, 28 дней нужно, чтобы мозг перестал выбрасывать огромное количество допамина и серотонина. Чтобы это все нормализовать, чтобы у человека вот эта, как бы, жажда пищи отпала. Отпала. Ну, вот, это вот пища, которую мы, конечно, все любим, вот, но которая приводит вот к таким катастрофам с нашим здоровьем. На нее вырабатывается огромное количество серотонина, допамина, она нам заставит огромное удовольствие, практически как наркотическое, но это пищевая зависимость. Пищевая зависимость, и если вы съедаете эту пищу один-два раза в неделю, вы не поправитесь. Но если вы каждый день будете ее есть, то вы будете ее есть сначала там четверть этого бутерброда, потом еще четверть бутерброда, потом половинку, а потом два таких бутерброда в день, потому что у вас будет тормозить, у вас будет серотонин с дупамином вырабатываться только вот на такой бутерброд. Поэтому, чтобы этого не происходило, чтобы вы не зарабатывали себе кучу неприятностей, вот тоже это надо знать. Значит, когда вы едите жирную пищу, ну, в сутки можно съесть 30 грамм жиров, там оливковое масло, сало, как ни странно, очень хорошо усваивается нашим организмом, даже картошку можно на нем жарить. Вот, оно усваивается полностью. Значит, вы съедите хорошее сливочное масло, но это все должно быть не больше 30-40 грамм. Если вы там работаете, занимаетесь физическими нагрузками, то развешается до 60 грамм. современный человек, это посчитано не мной, институтом питания, более 180 грамм жира съедает в день, в скрытом виде. Предположим, сыра можно съесть, вот на свой мизинчик посмотрите, вот на свой мизинчик посмотрите, вот такую штучку. Народ ест две руки свои и так далее. Но, для того, чтобы, поэтому жир сразу откладывается в депо. На всякий случай, организм тысячелетиями привык запасать жир, он сразу идет и откладывается про запас, если вы лишнее съели. А вот углеводы, печень еще 150 раз подумает, откладывать или нет. Поэтому вы должны съесть одномоментно более 500 грамм углеводов, чтобы печень захотела ее превратить в жир. Понимаете? Поэтому организм ленив. Почему он так любит? Сладкую жирную пищу. Это полезно очень для организма. Это энергия наша, и жиры, это наши мембраны все клеток, углеводы, это наша энергия. Чтобы ему не выполнять свою работу и из пищи это не вытаскивать, когда мы это едим, тогда он сам все это легко от нас получает. Вот. И, значит, самое главное, что еще с возрастом у нас падает энергетическая возможность наших внутренних органов, особенно печени. И у нас, как говорят, не от котлета, а от лет происходит ожирение уже. Там уже дисгормональные нарушения начинаются, там заболевания щитовидной железы, климактерические расстройства у женщин. И вот, начинают формироваться определенные фигуры. Вот эта фигура яблочка, когда живот становится больше объема талии, он самый нехороший. Потому что с такой фигурой, когда живот становится больше объема талии, о чем он нам говорит? О том, что жировые отложения как раз идут в районе печени, почек, поджелудочной железы, там откладывается до 5-6 килограмм жира, который как бы начинает сдавливать эти внутренние органы. И люди эти еще вдобавок начинают храпеть у них, потому что этот живот поднимает диафрагму, которая между легкими и брюшной полостью. Вот эта диафрагма. И у них, когда они ложатся спать, у них, во-первых, проблемы с сердцем возникают, потому что тяжело дышать, просто таким животом он давит. А во-вторых, храпят. Это жапное, остановка отдыхания во сне. Второй тип ожирения, это когда, обычно женский такой тип ожирения, это когда плечи небольшие, талия небольшая, а вот нижняя часть большая. Это вот проблемы с ногами, с суставами. Но, как правило, они вот диабетом не болеют, вот при этом ожирение. Вот. Что происходит с нашим организмом? Ну, метаболический синдром, это нарушение всех видов обменов веществ. Постепенно метаболический синдром, он постепенно приводит к ухудшению наших сосудов, работы нашего сердца, ну, вообще всего организма в целом. И через 20-30 лет, когда человек страдает таким типом ожирения, то именно абдоминального, то у него постепенно и сахарный диабет развивается, потом у него развивается поражение сосудов, ашемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты и так далее. Когда большой живот, происходит венозный застой. Хронические панкреатиты, калькулезные холециститы, жировая дистрофия печени, опущение желудка и так далее, и так далее. Но самое главное, перегрузка сердца. У меня были пациенты, которые при росте метр пятьдесят весили сто пятьдесят килограмм. Когда им было тридцать лет, они бегали, потому что жир он легкий, мы его не чувствуем на теле. Но, видите, сколько там нужно, на каждой, значит, на пять килограммов жира надо три километра сосудов. Три километра сосудов нужно прокачать. Прокачивает кровь через сосуды сердца, а потом сосуды. И поэтому к пятидесяти или шестидесяти годам, я уже не помню, значит, это две сестры были родные. Они садились на стул, живот у них был на уровне стоп. Этот живот превратился просто в кирпич. И они уже не сидеть не могли, не лежать не могли, не дышать не могли, понимаете? Вот. Поэтому я хочу сказать, что жировая ткань пока нету сердечной недостаточности и не приносит никаких неприятных ощущений. Вот. Но когда уже принесет, то уже, извините, с сердцем большие проблемы, уже миокардиодистрофия, и там уже практически ничего невозможно сделать. Вот. То есть, на самом деле, вот это абдоминальное ожирение, почему мы его так не любим? Потому что это целый комплекс проблем, которые развиваются постепенно в нашем организме. И самое главное, это, конечно, проблема сердца. Ну, вот сердце наше, которое задыхается в этот момент. Вот. Им очень тяжело, потому что оно увеличивается в объеме для того, чтобы перекачивать лишнюю кровь. Потом идет поражение лимфатических сосудов, тоже застой, там все сдавливается, отеки начинаются. Вот эти вот. Ну, еще ничего хорошего, конечно. Вот. Даже животные бедные сейчас страдают от того, что их очень любят, их изъява хорошо кормят. Ну, и вот известные люди, которые тоже, вот выглядит сейчас танк, а если поправиться, выглядит совершенно по-другому, то есть косметические тоже дефекты присутствуют. И поэтому самое главное, это, конечно, еще психологическая составляющая. То есть каждый человек должен сам для себя решить, потому что, вы знаете, заставить никого нельзя, не нужно это делать. Вот. Каждый человек должен для себя решить, это как при табакокурении, как при алкоголизме, как при наркомании. Если человеку у него хватает силы воли, и он ставит себе программу, что он хочет себя хорошо чувствовать, хорошо выглядеть, то он должен нормализовать вес. У нас программа стройности, а не худобы. Худоба – это желать худого, а вот стройность – это очень хорошо, очарование и так далее. Вот. И поэтому мы как думаем, как мы должны эту программу и осуществлять. Вот. И самая сложная самая как бы самая сложная работа это именно с подсознанием. Вот именно вот эти 28 дней, которые должны восстановить уровень серотонина, они должны помочь нам с вами решить эту проблему. Потому что просто человеку сказать давай ты худей, вот, или нормализовывай свой вес, это недостаточно. Надо человеку, каждому понять, с какого момента он стал набирать этот вес. или это какие-то проблемы дома, или еще что-то. То есть стрессовая ситуация, она всегда в этом вопросе присутствует. Никогда не бывает, чтобы без стресса запускалась программа ожирения. Человек что-то заедает, какие-то моменты человек заедает, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, для того, чтобы начать эту программу, и чтобы человек не срывался, не нужно давить на людей никогда. Никогда не нужно. Но человек, самое главное, должен убрать все обиды, которые он помнит в своей жизни. Он должен достать свою фотографию 25-летней давности, когда там ему было 18. То есть не то, что 25-летней давности, а ту фотографию, на которую он себе нравится. Повесить ее, смотреть на себя, и медитировать, и говорить, что я хочу стать опять таким же молодым, здоровым и красивым. Это очень важно. Надо подсознанию ставить задачу правильную. И тогда все пойдет. Тогда не придется вешать замок на холодильник. Аберег на холодильник от мышей, тараканов и голодных мужей. Тогда не придется ставить на холодильник никаких замков, а соблюдать золотые правила. Надо кушать каждые 3 часа. Почему? Тогда не будут, когда человек большой перерыв делает в еде, у него падает сахар, инсулин, гормон голода. У полных людей его очень много. Если бы не было такого количества инсулина у полных, то не было бы и ожирения. И когда вы часто и понемножку начинаете есть, то есть, как я говорю, делите завтрак, обед, ужин на 3 приема. Получается 9 раз. Вот там еще 2 раза можно перекусить 3. Итого 12 раз в день, по чуть-чуть. И тогда вы будете насыщаться. Сначала тяжело, конечно, будет. Но желудок постепенно сократится. Поджелудочная железа меньше начнет выбрасывать инсулина. Печень меньше ферментов. Кишечник меньше ферментов. И где-то через 2-3 недели вы почувствуете, что вам все меньше и меньше нужна пища. И самое главное, вы не будете кормить жировую ткань. А вы просто будете давать энергию. Ну, съели там огурец с помидором достаточно. Съели яблоко достаточно. Еще там что-то перекусили. Вот такой небольшими порциями все это есть. Я вам говорила, что лучше всего кушать вечером легкую пищу, чтобы желудок успел освободиться от нее, а кишечник был полный. Почему? Будет идти ферментопатия. Вы будете спать. Организм будет переваривать эту пищу. И ферменты будут поступать, а не ферменты будут разрушать вашу пищу. А потом куда им деваться? Они будут все равно поступать в кровь. И они будут очищать дополнительно организм. Вот. И ходьба. То есть, когда человек начинает нормализовывать ветвь, не надо бегать, ни в коем случае. Останетесь без суставов, без сердца. Ну, это после 35, потому что мы договорились, что наша программа это после 35. Не нужно на себе никакие эксперименты ставить. Плавание, акваэробика и ходьба. Простая, обыкновенная ходьба в удобной обуви. никто вас не заставляет становиться олимпийскими чемпионами. Это совершенно ни к чему не нужно. Вот такая пища нам помогает нормализовывать вес. Вот, понятно. Ну, вот то, что я вам говорила, что самые калорийные это у нас жиры, поэтому их меньше надо. Углеводы все равно нужны сложные. Это овощи, фрукты, зелень и так далее, и так далее, и так далее. Белки должны быть все равно 50% представлены, иначе будет белковое голодание. Вот, и, ну, алкоголь вообще, как бы он разгоняет аппетит. Вот, и самые ненужные продукты, которые вообще никому не есть, не нужны, не нормальным, человеку с нормальным весом или человеку с повышенным весом, это все переработанные продукты. Вот, и тогда мы с вами запускаем вот этот процесс постепенного нормализации веса. Не надо никуда торопиться. Дальше сейчас будет питание правильное, 28-дневное, которое нормализует биохимию мозга. Но опять же, еще раз скажу, чем у человека как бы больше зависимость от еды, вот, как у нас называют в Москве, Ашан, это магазин химического счастья. Вот, пока вы из организма не выведете максимально токсины, это может продолжаться не один месяц, вы будете срываться, ничего страшного, самое главное возвращаться в эту программу. Вот, и у нас есть продукты, которые вам будут помогать это делать. Вот, дальше у нас еще в конце, в середине декабря будут еще больше продуктов, которые будут, как раз я о них начну рассказывать через недельку, которые будут еще быстрее помогать людям осознавать эту проблему и быстрее возвращаться к нормальному образу жизни. Вот, и таким образом здесь вот нужно понять, что нельзя сразу вот переходить на хорошую пищу с плохой. Почему? Потому что сразу будет падать синтез серотамина и допамина, и люди, как говорят, ой, начните есть одни салаты. Они начинают есть одни салаты, их хватает на два дня. За два дня падает уровень серотамина и допамина, это гормоны удовольствия, и люди становятся злые, особенно женщины, они там всю семью перекусают на этих салатах. Вот, поэтому хочется вам немножко что-то съесть запрещенного, съешьте. это повысит на какой-то момент уровень серотонина и допамина, вы не сорветесь с этой программы. И так далее, и так далее, и так далее. То есть не нужно строгих никаких диет вообще. Правильное питание это 1200-1500 килокалорий в день. Почему? Как только человек уходит на голод, это уже все обоснованно изучено. Да, сначала быстро идет снижение веса, потом вес останавливается, а потом уходит мышечная ткань, не жировая, а мышечная ткань. И человек, кажется, он похудел. Чем больше вес, он там воду сбросил, шлаки из кишечника вышли, он, да, я похудел на 5 килограмм. Но когда начинают смотреть, специальные весы такие есть, становится тебе покажет, что у тебя ушло. У тебя ушла вода, вот, из кишечника вышел стул, вот, и ты похудел, а мышечная ткань ушла. А жировая как была, так и есть. Поэтому, это все давно уже позабыто, уже этих голодной диеты никто не соблюдает. Правильное питание, сокращение желудка, уход инсулина, нормализация синтеза запаминная серотонина в головном мозге и постепенная продукт. Чем вы медленнее входите во все это и дольше это соблюдаете, тем вы потом не сорветесь, это уже становится вашим образом жизни, понимаете, образом жизни. Становится образом жизни и вы уже с этой программой практически не сходите. И вы, самое главное, не набираете вес. Ведь понимаете, как у нас все сидели на диетах. Вот я месяц ем капусту, а потом я жду дня, когда у меня закончится значит, эта диета и я съедаю тарелку жареной капусты. Понимаете, вот это все заканчивается потом тарелкой жареной капусты, ой, капусты, картошки, потом еще чем-то и человек за три недели набирает те 10, которые сбросил и еще 15, которые набрал. Понимаете, вот это качели, это отлет шарика от стенки и вес возвращается все возвращается. Поэтому мы с вами не будем это делать, никаких экспериментов над собой, вы просто все должны понять, что самая хорошая профилактика, во-первых, и по программе не старейка, сейчас доказано, что все клетки это энергетические составляющие и они могут за свою жизнь переварить определенное количество килокалорий. И поэтому, если у вас диета 1500, у мужчин там 2000 калорий, то вы продлеваете себе жизнь, если вы едите более 3,5 в день, каждый день, то вы живете не более 60 лет, вы просто съедаете свою энергетическую составляющую организма, организм уже должен все переварить и так далее, вот, он теряет энергию во время переваривания пищи, вот, и когда вы съедаете 1200, 1500, то вы живете легко до 100 лет с лишним, понимаете, это уже все просчитано, это как бы, вы давно этим занимаются, поэтому это все просчитано. Ну, вот как раз сейчас та программа, про которую я говорила. 28 дней это программа восстановления синтеза серотонина и дупамина в головном мозге. Эта программа очень интересная в том плане, что она идет целую неделю, первые два дня вы едите определенные продукты, следующий, там, понедельник, вторник у вас идут определенные продукты, потом среда, четверг и потом три дня, ну, такого небольшого отдыха для вас. Что происходит в первый день? Сейчас, вот это вот, вот эти продукты, которые здесь указаны, здесь еще нет молочных продуктов, пожалуйста, во время этой программы нельзя есть молочные продукты, иначе это будет не только мешаться восстанавливать серотонин и допамин, но еще будет мешать нам сжигать жир и формировать мышечную массу. То есть эта программа, она как бы на самом деле тройная, не только для того, чтобы как бы стабилизировать аппетит, убрать токсины, восстановить синтез допамина, но эта программа еще помогает нам восстановить самый главный метаболизм наших клеток. Будет уходить абдоминальный жир, тот жир, по которому я вам говорила, который находится на животе, и его тяжелее всего убирать, тяжелее. Он идет с рук, с ног, с лица, живот будет торчать вперед. Это вот просто все знают. Эта программа разработана именно для того, чтобы у вас жир превращался в мышечную массу. Вот поверьте мне, не будет провисать у женщин лицо, не будет происходить никаких проблем с руками, с ногами и так далее, если вы все будете правильно делать. То есть не будет вот этих вот эффектов, когда быстро снижают вес, и кожа начинает болтаться, просто на теле болтаться. Вот, значит, и будет ускоряться постепенно метаболизм, вы правильно привыкнете питаться, потому что питание очень доступное, оно везде есть, эти продукты, и это практически питание для всех категорий людей, не просто которые хотят нормализовать вес, людям, страдающих сердечно-сосудистой патологии, с сахарным диабетом, предположим, вам ставят, что у вас сахар 7-8, начинаете правильно питаться, потом я скажу, какие препараты из нашей серии подсоединять, вы восстановите метаболизм своих клеток, потому что вы видите, что тут нет углеводов, здесь все углеводы убраны, быстрые я имею ввиду, оставлены только полезные, вот, и посмотрите порции, мясо в готовом виде 120-150 грамм, рыба 200-250, ну, бобовые полстакана в готовом виде 125 грамм, зерновые то же самое, жиры, там орехи, 2 столовые ложки масла, фрукты, 1-3 в день, ягоды, овощи, можете вообще тазами есть, но не заправляя маслом, только, конечно, лимончиком только, вот, сейчас мы посмотрим, вот первые 2 дня, я просто буду, как бы, саму технологию говорить, а вы потом себе это все запишите, здесь можно овощи, фрукты, потом можно, вот, значит, вот эти все крупы, это белки растительного происхождения, зерновые, пожалуйста, там, коричневый риск, красный гречка, все, что хотите, здесь нету, в течение 2 дней, нету, что самое главное, жиров, здесь нету жиров, первые 2 дня, нет жиров, да, здесь нету нас жиров, а углеводы у нас здесь есть, у нас здесь нет жиров, и нету животного жира, ни рыбы, ничего этого нельзя, вот, и исключаем жиры, вот это вот к чему приводит, организм, башка начинает искать, все начинает, где жир, потому что, я вам говорила в начале лекции, что организм обожает жир, он ненавидит его разрушать, из своих резервов отдавать, потому что это энергетический запас, это наше, как бы, на всякий случай, вдруг вы там заболеете, чем организму вам помогать, вот, начинает разрушаться жировая ткань, поэтому здесь нет жиров, все ищут жиры, значит, а их нет, и за два дня у вас начинает заводиться метаболизм в печени, она вынуждена их разрушать, вот, значит, вы дня это все соблюдаете, хорошие порции, все, едите, ничего не нужно, ну, только нету фастфуда, следующие дня, а, вот, как раз вот, добавляем еще пряности, приправы в эту еду, это все к этому относится, к первым двум дням, вот, и физическая нагрузка, то, что я вам говорила, ходьба и плавание, сколько сможете, не надо по 100 километров ходить, 5000 шагов, рекомендовано всем, затем у нас, сейчас, извини, сейчас, затем у нас наступают следующие два дня, среда, четверг, это, значит, два дня, когда у вас есть из фруктов только лайм, лимон и грейпфрукт, ну, салаты ими заправлять, белки растительного происхождения нельзя, зерновые нельзя, жиры нельзя, овощи, зелень можно, можно зато вот есть мясо с, можно есть мясо, значит, и овощи, и приправы, что происходит здесь, нет углеводов, опять, легких, как мы привыкли, есть, нет жиров, ну, жиры есть немножко, ну, только, какие там мясо, ну, не такое, не красное, конечно, ешьте, ешьте курицу, индюшку и так далее, есть белки животного происхождения немножко, нету у нас здесь зерновых, белков растительного происхождения тоже нету в этой фазе, организм дальше начинает использовать свои резервы, он не трогает мышечную ткань, потому что вы едите, видите, яйцо едите, омлет, едите там, индюшечку, рыбку, морскую, белок он получает, но он не получает жиров, он вынужден все это извлекать из депо, он привык, что вы там съедаете, там, три бутерброда с маслом, организм привык, что вы там еще на масло кладете сыр или вареную колбасу, понимаете, он уже привык, что вы его кормите постоянно с жирами, с углеводами, а здесь облом, просто облом, и здесь за эти три дня, за эти четыре дня, которые мы с вами исключили жиры и углеводы легкие, происходит восстановление постепенно метаболизма и переработка жировой ткани, а восстановление мышечной, и у вас даже вес может не уходить, не обращать, вообще никому не взвешиваться, только талию измерять, вот до начала питания правильного, и в течение всего времени, кто-то 28 дней, кому-то 2 кг надо как бы нормализовать, или 3, самый тяжелый вариант, значит, кому-то 4 кг, самый тяжелый вариант, вы только можете себя раз в неделю измерять талию, объем груди, талии и бедер, больше ничего не надо делать, не вздумайте взвешиваться, это тяжелейшая психологическая травма, почему? Потому что у вас будет нарастать мышечная масса, вес тоже снизится постепенно, но это не задача снижения веса, задача нормализовать белковый, жировой и углеводный обмен, и привести порядок, контуры своего тела, вот это основная задача, понимаете, и чтобы не развивались дальше заболевания, там сахарный диабет, гипертоническая болезнь и так далее, то есть процесс старения в организме замедлить, вот эти 4 дня, и специально так сделали, что пятница, суббота и воскресенье у вас праздник живота, вот, так, 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 сейчас, подождите, я перелесну, что ли, сейчас я посмотрю, вот, среда, четверг, фрукты, вот это да-да-да-да-да, а вот это у нас, сейчас, это у меня здесь просто компьютером, вот, пятница, суббота, воскресенье, это праздник живота, значит, у вас идут, опять, фрукты немножко, их нельзя есть в эти дни, только авокадо, одно-два авокадо, обязательно добавляйте в салат, это жир пошел, пятница, суббота, воскресенье, это жирные 3 дня, вы можете яйца 2 штуки, можете омлет делать, можете печень куриную, вот это все-все-все-все-все, и, значит, сейчас, можно жарить на масле мясо, рыбу, орехи, грецкие, ну, понемножку только, это вот как раз перекусы, там, между завтраком и обедом, орешков добавляйте, белков растительного нет, зерновых нет, физические упражнения те же, можете в баньку еще сходить, не уменьшать количество, по объему порции, значит, строго соблюдать завтрак, обед, ужин, порции, вот то, что я вам сказала, по 150 грамм мяса, по 250 грамм рыбы, значит, перерывы не более 2-3 часов, и пить только чистую воду и наши препараты, никакого чая, никакого кофе, тоже все запрещено, потому что чай и кофе сразу обрубают метаболический процесс, и сразу хуже разрушается жировая ткань, то есть начинается опять метаболизм замедляться, поэтому не торопитесь, получится у вас понедельник, вторник, на среде вы там где-то там что-то съедите, ничего страшного, дальше продолжайте, и так из недели в неделю вы будете постепенно восстанавливать биохимию мозга, вы будете восстанавливать свое настроение, вы будете видеть, что у вас все равно объем уходит, и больше всего он уходит, объем талии на жировые дни, как ни странно, организм так наголодался, ему так хочется жирненького, и вот эти жирные дни, они дают столько энергетики, еще больше сжигается жировая ткань, поверьте, просто поверьте, это питание очень хорошо для всех спортсменов, все, кто ходит на фитнес, идет формирование фигуры, вот, потом мы еще вам, попозже, когда вы получите результаты, мы вам там еще расскажем, хитрости небольшие, вот, вот такое вот питание, вот такое вот питание, значит, приведет к победе, не над лишним весом, а приведет к победе над тем, что вы перестанете болеть, потому что это очень правильное питание, очень правильно, разработано оно специальными докторами, которые занимаются этим всю жизнь, не думайте, что это вот откуда-то, от балды, я вам говорила, что это немецкие рекомендации, все это немцы разработали специально, вот, для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, восстановить синтез серотонина с допамином, и плюс, чтобы сохранять мышечную массу, потому что вы все знаете, что такое процесс старения, это уход синтеза белка и уход мышечной массы, должна сказать, что очень хорошо работает реликтум, вот в этой программе, мы сейчас начинаем только, ну, с одной второй этой программы, потому что сейчас у вас, все занимаетесь программой очищения, вот к этой программе очищения, я даю вот эту специальную диету, для того, чтобы, сейчас вот на вопрос отвечу, договорю, отвечу, я вам специально, вот каждый день повторяю, как мы с вами встречаемся, начинайте все с программы очищения, самое главное, это программа очищения, так вот реликтум, это самый главный продукт в этой программе, что он делает, когда вы максимально, сейчас вот начнете переходить на правильное питание, начнет нормализовываться, объем, будет уходить жировая ткань, чтобы это не мешало работе вашей печени и почки, пейте реликтум, по полстаканчика, уже прибавляйте дозу, значит, по полстаканчика, три раза в день, пейте салютом, салютом, вот я вам расскажу эту лекцию, которую нам вчера прочитали, но могу сказать сейчас, что в этом продукте содержится энергетическая составляющая воды, а вода передает энергию, оказывается, фотонами, я вообще не знала этого, просто я вчера услышала первый раз, фотоны, вода отдает фотонами, как бы светом отдает электроны нашему организму, и тем самым восполняет наши энергетические затраты, это просто сумасшедшим, вот вы знаете, для меня это просто было, вот я сколько про воду читала, ну что вода имела фотоны, и что основная реакция подачи, значит, этих наших плюсов и минусов идет через воду, вот именно через фотоны, и они находят места пробоев, где у нас с вами нарушены энергетические связи, и все это восстанавливает, вот салютом он так и работает, то есть идет запуск фотонов, которые восстанавливают нашу энергетику, всех клеток и органов, ну это так просто, вот к разговору по этому салютом пейте, он вам сейчас будет помогать, по четверть чайной ложечки начинайте, там по чуть-чуть, два-три раза в день, он будет давать колоссальную энергию вашим клеткам, и будет способствовать лучшему выведению токсинов из организма, на 200-300 не перепивайте воду, не перепивайте, особенно если у вас большая масса тела, и вы хотите, чтобы как бы все шло нормально, не пейте много воды, потому что вот эта вода, которую у нас посадили, ну я вообще не пью, конечно, такое количество воды в день, вот, значит, всем там полтора-два литра, ну и все ерунда, вот эта вода, она плюс 400, а в крови у нас минус 100, так чтобы, представляете, чтобы эту воду, которую вы пьете по 2 литра в день, перевести в плюс, в минус, в минус, это сколько же нужно энергии потратить, и отдать своих электронов, чтобы у вас все это произошло, понимаете, и эта вода нас может обесточивать, понимаете, то есть мы будем себя плохо чувствовать от нее, поэтому если вы правильно питаетесь, вы не должны много пить, у нас все есть в организме, потом расскажу еще раз, поэтому берете бутылку на пол-литра, самую большую, пол-литра, значит, наливаете туда 10-15 капель селена, 10-15 капель ангела, и под язычок, и под язычок, как хочется пить, и под язычок, лучше до еды, или после еды, через час, нельзя сразу после еды пить, не надо растворять свои пищеварительные соки, ну правильно, потому что он отекает, вот, вот он перейдет на это правильное питание, у него вес перестанет скачать, потому что нельзя ничего есть, при сахарном диабете, нельзя в ни в коем случае, неправильно питаться, вот то, что вы сейчас написали, это называется кошмар, потому что при сахарном диабете, нарушен белковый, жировой, углеводный, электролитный баланс, и когда человек начинает голодать, он просто может погибнуть, от почечной недостаточности, поэтому, переходите, вот на это 28-28 дневное питание, у вас печень придет в норму, на салюты, на реликтуми, и на селение с ангелом, и вам не нужно будет это, и у вас отеки, а, и сердце обязательно с сосудами всем, сердце с сосудами всем, почему, потому что нужно улучшать метаболизм клеток, нужно находить и выводить из организма токсины, без хороших сосудов и сердца, это ничего не сделаешь, ну и потом, если у человека лишний вес, долгое время, то у него, естественно, уже есть поражение миокарда, поражение сосудов, поэтому надо все это в обратную сторону закручивать, вот, поэтому, пожалуйста, ну, диабетик, понимаете, надо понимать, сколько лет он болеет диабетом, какие препараты он принимает, но это говорит о том, что у него отек, поэтому в сердце добавляйте сосуды по 10-15 капель, на 3-4 раза в день, и сосудов из сердца, реликтум по полстакана, как я сейчас сказала, ограничение соли, ограничение жидкости, и тогда он ничего набирать не будет, но мне нужно, мне нужно просто анамнез, сколько он болеет с сахарным диабетом, и что он принимает. Травяные чайи тоже нельзя, они снижают энергетику, я же только что сказала, они не дают нормально метаболизму развиваться, нормально работать в печени. Ну, папиллом девочке 11 лет, это такое генетическое, может быть, заболевание, поэтому нужно сходить к практологам, и узнать, у нее вот нет заболевания, у меня просто сын хирург, и вот есть такое заболевание, при котором очень много папиллом в кишечнике, но это то, что я вам говорила про дисбактериоз, надо убирать все равно папиловирус, но вот и с салютом надо, но девочке 11 лет, надо делать с салютом микроклизмы, нужно делать, нужно пить с салютом, нужно, значит, ангел с селеном обязательно, вот пить ей ангел с селеном, там по 20-30 капель того и другого, даже может быть больше, может быть чистый селен давать ей пить, обязательно, почему, потому что это какое-то не то аутоиммунное заболевание, не то еще что-то, я вот просто знаю, потому что у меня сын хирург, в портологии занимался, и вот есть такие вещи, поэтому ее просто нужно правильно кормить, вот по этому питанию, никакой колбасы в рот, ничего просто, понимаете, и тогда, значит, этот, как его, ангел, он шикарно для, я вам говорила, для салютной ткани, конечно пробовали, я ей 9 лет уже пробую продукцию, пробовала ли я продукцию, мы на ней просто живем, не пробуем, мы уже на ней просто живем, это наша программа жизни, понимаете, вот, и, сейчас я вам последний слайд поставлю, сейчас, чтобы у нас нет, не рекламы, буду отвечать на вам, спасибо большое, спасибо, огромное спасибо, это у меня сын доктор придумал это, так, а можно слайд сделать по применению, ну, я вам сказала, что я вам на следующей неделе дам, дам вот презентацию, конечно, там все будет на слайдах, конечно, все будет на слайдах, вы видите, я же презентацию стараюсь сделать такую, чтобы она, ее можно было переписать, и, в общем-то, это, значит, вот этой девочке, у которой 9 лет, сильный стресс, вы знаете, ей надо, с ней надо маме, или папе, или бабушке, кому она больше доверяет, с ней нужно просто, вот когда она немножко отойдет, вы попросите ее нарисовать, понимаете, это вот очень характерная ситуация для девочек, она, видно, у вас перфекционистка, то есть, она очень такая вот дотошная, во всем может учиться, хорошо воспринимает, это называется близко к сердцу, это перфекционистки, дети, и женщины очень часто бывают перфекционистками, поэтому, вот этот стресс, он выбил просто ее, вот на это время он ее выбил, поэтому не давите, может быть, даже в школу не надо водить ее, ей надо вот этот стресс обязательно снять, поэтому лучше всего это снимается рисунком, не трогайте ее, ей надо вот, с кем она вот, с мамой, с папой, с кем в хорошем контакте, значит, она должна раскрыться, она должна его нарисовать, это все восстанавливается, конечно, не надо никаких лекарств, я же вам читала лекцию по коже, это все психосоматика, как только, я вот вам могу пример привести, девочка, значит, пошла в школу, значит, и учительница написала, кем вы хотите быть, ну, на доске, сочинение, и эта девочка была из очень хорошей семьи, все, все прекрасно, причем, мне кажется, даже единственный ребенок, и, когда все написали, значит, учительница у нас же тоже, как бы, с головой проблема, вот, одна там написала, я хочу быть врачом, а эта написала, я хочу быть актрисой, на что ей сказала учительница, с твоим-то лицом, быть актрисой, у ребенка ночью, первый раз в жизни, раз слилился, ассоциативный приступ, причем, не могли ни с чем купировать, понимаете, поэтому, это все только прошло, когда подошли, к ней ключик подобрали, и она это рассказала, понимаете, вот поэтому нужно понять, что с ней, что с ней, понимаете, тогда все вернется, и речь вернется, и все, выбило, понимаете, ребенок, он по-другому чувствует, по-другому, у нас будет через две недели препарат, глазные капли, кстати, покапайте в носик, можете не в глаза, в носик покапайте, глазные капли, голову наклонит, и вы ей туда покапайте, глазные капли, он очень хорошо, тоже функцию мозга, они восстанавливают, и салютом, кстати, тоже это очень хорошо делает, и девочку, у нее потом все прошло, понимаете, очень сложно с детьми, очень все разные, если она у вас особенно ранимая, просто очень аккуратно, у нее водянка, диабет 2 года, не ест потому, что это освищение к еде, а что за водянка, у нее водянка, где водянка-то, Вы что, блин, это сахарный диабет? Сколько ей лет этому человеку, у которого сахарный диабет, у нее водянка, диабет 2 года, не ест, потому что это вращение к еде. Напишите, сколько лет человеку, я вообще не могу понять, диабет ли у нее там или онкология. На секунду. Вот эта лекция и есть при всех заболеваниях. Понимаете, нету заболеваний, есть одна программа старения. Если человек будет правильно питаться, как здесь написано, то у него не будет никаких заболеваний, они все рассосутся, плюс мы еще даем правильное питание. Вот. А при разных заболеваниях 26 тысяч. Что мы на 26 тысяч будем читать питание? Питание одно, не есть продукты, приготовленные в магазине, готовые котлеты с колбасами, сосисками и так далее. 28 дней соблюдать питание, чтобы мозги восстановить. Все. Ну, щитовидка, да. Щитовидка это базетовая болезнь, это когда недостаточный синтез тиреидных гормонов. Вот. Люди становятся одухловатыми, они отекают. У них начинают даже проблемы с головой, потому что тиреидные гормоны это гормоны интеллекта. Вот. Но сейчас очень мало базетовой болезни такой настоящей. В основном это у молодых женщин дисфункции яичников, потому что Т3, Т4 не хватает, ТТГ. Вот. Гормонов. Как часто аутоиммунный тиреидит. Ну, я вам прочитаю щитовидка. И поэтому там не только что ожирение развивается, там задержка жидкости идет. Ожирение это только после, предположим, что человек перенес онкологию и операцию на щитовидной железе и не принимает наших препаратов, тогда тоже развивается вот эта недостаточность. А гормоны щитовидной железы, они входят во все метаболические процессы. Поэтому нужно сдать УЗИ щитовидной железы, кровь на гормоны и любой фикторами сбросить информацию. Значит, по поводу онкологии. Вот вопрос. Обнаружена онкология, да, конец пищевода. Значит, рак желудка и пищевода не лечится, потому что рак желудка это ползущая опухоль. Нужно делать операцию. Но только операция спасает этих пациентов. Значит, почему? Потому что, когда удаляют желудок, опухоль удаляют вместе с ним. Ну, там не полностью удаляют, там немножко оставляют этого желудка. Поэтому нужно готовиться к операции. Нужно повышать противоопухолевый иммунитет. У нас есть селен. Но здесь уже селен нельзя пить, там на 200 мл воды и так далее. Здесь нужно столовую ложку селена 3-4 раза в день рассасывать под языком. Ангел тоже самое, не надо растворять. 10-15 капель прям под язык, потому что это как раз пищевод. И медленно проглатывать. Не все подряд сразу, а медленно проглатывать. Здесь нужен салютом, который начнете с чайной ложки, а потом быстренько увеличивает дозировку, потому что он дает энергию, он увеличивает иммунную систему защиту. Салютом это будет повышать именно, он будет приходить в эту опухоль и будет как бы мешать ей расти. Вот так могу сказать. Единственное что. Но это не панацея. Значит, и реликтум. Реликтум нужно разводить на 2 литра воды и по полстакона тоже так же мелкими глотками. Все глотать, потому что в желудке жидкость задерживается. Вот. И готовиться к операции, если это возможно. Готовиться к операции и после операции тоже все это продолжать. Потом прислать нам биопсию, что там. И мы дадим другие еще дальше рекомендации по дозировке. У нас будет продукт в декабре противоопухолевый. Такой тоже биопродукт. Но биотерапия, она используется и удачнее всего используется только после удаления. Первичную опухоль всегда надо удалять. Первичную опухоль, если можно, всегда надо удалять. Потому что вот это место, чем не хорошо, желудок и пищевод. Там кардия идет, там сердце, там поджелудочное, там печень, понимаете. И если ее не удалить, все пойдет туда. Вот. Поэтому если можно операцию еще сделать, делайте. И быстрее, не надо тянуть. Наши препараты помогают восстановить противоопухолевый иммунитет. Поэтому во время операции у этого человека не будет метастазирования. Поэтому постарайтесь все это сделать побыстрее. Я имею в виду операцию. И наши препараты вот в таком уже объеме надо пить в концентрированном, потому что это онкология. Да, правильно. Значит, лучше пить просто чистую, без заварки воду. Просто не кипяченую. Не надо воду кипятить. Зачем мы кипяченую воду пить? Ее надо фильтровать и пить. Надо пить живую воду. Кипяченая мертвая, она умерла. Вот, поэтому лучше разводить матрик с реликтум на 5 литров и по полстаканчика пить перед едой. А после еды уже вообще ничего не пить. Потому что после еды у вас вырабатывается соляная кислота и пищу надо переваривать. А когда вы после еды пьете, вы разбавляете соляную кислоту. А, ну понятно. Это вот все про ту же девушку спрашивают. С сахарным диабетом что ли? А, ну она на инсулин терапии у вас. Ну понятно. Гидроцефалия. Значит, пускай закапывайте ей в нос наш препарат сосудистый пока. Потому что в нос, в нос, она может и под языком рассасывать, а на ночь закапывайте, как глазные капли в нос. Голову запрокидывайте, вот туда закапывайте. Значит, будет улучшаться микроциркуляция, будет улучшаться отток из головного мозга. И она себя будет лучше чувствовать. Вот. Ну диабет от стресса не начинается с первого типа. Ой, вот. И... Пускай она ест часто и понемножку. Часто и понемножку есть. Нельзя не... Есть. Здесь какая-то психосоматика наслаивается. Не только позвоните мне, или она сама пускай позвонит, мы с ней пообщаемся. Значит, салютом пьете, ну, пьете салютом, реликтум, потому что он восстанавливает, это вот следующие 59 лет уротрит. Значит, с реликтум пьете, растворяете обязательно, потому что все вот эти уротриты, вот эти все вещи, это все дисбактериозы кишечника. Питание вот это начинаете соблюдать, там нельзя ни острого, ни соленого, ничего, как раз здесь ничего нельзя. Вот. И делаете, можете микроклизмы делать, можете во влагалище прям тампоны вставлять с салютомом, вот, можно день тампон вставлять на ночь, можно делать микроклизмы, покупаете, как я говорила, 10-граммовый шприц, наконечник вставляете в прямую кишку, теплую набираете, физраствор, 4 кубика, 2 кубика салютома, и вводите это все в прямую кишку перед сном. До тех пор, пока не пройдет. Это все, всякие там хламидии, муридии, вот это вот все, энтерокотии, все, это все дисбактериоз кишечника. Нормализуйте микрофлору, купите себе хорошие бифидобактерии и лакта, дополнительно все это пейте. И ни в коем случае, ни в коем случае не ешьте сладкое, потому что грибы растут на сладком. Вот. И наше питание, и у вас все пройдет в течение 3-4 месяцев. Нет в голове никакой лишней воды. Гидроцефалия – это нарушение оттока из желудочков мозга. В голове вообще воды не бывает. Поэтому она родилась с этим, у нее гидроцефалия связана с тем, что у нее сужены желудочки мозга, и поэтому у нее нарушен ликварный отток. Там нет никакой воды. Как вы себе представите, в голове вода. И поэтому, значит, ее не убрать, я вам сказала, закапывайте, есть сосудистый препарат, прям в нос, он будет попадать в голову. И только когда там снимется спазм сосудов, начнет нормализация оттока из головы. Вот еще раз отвечаю. Ну, вот я вам про это и говорю. Начинайте его всем поить, все равно там пока приготовят, туда-сюда две недели пройдет. Начинайте его просто поить, вот кормите его пищей всей протертой, вот у кого там с желудком, с пищеводом. Начинайте его кормить протертой пищей, купите, значит, ему обязательно линокс, там, ну что-нибудь, бифиды и лактобактерии, начинайте его кормить, потому что, значит, микрофлора должна быть идеальная в этой ситуации, потому что это наша иммунная система. И вот реликтум, обязательно селен с этим, с ангелом и с салютом, обязательно поите, прям вот, поите его до операции, просто, чтобы он булькал здесь. И кормите часто и понемножку, протирайте ему, это, котлеты делайте из курицы, там, 3-4 раза, чтобы у него не было белкового голодания, чтобы он шел на операцию, чтобы потом все заживало, просто, как мы говорим, как на собаке. Вот, и с салютом ему можете, вот, после операции, прямо на этот шовчик, аккуратненько, пока врач не юнит, тоже прикладывать, будет все хорошо заживать. И после операции сразу, в той же дозировке, все поить. Какие капли-капли, с сосудистой у нас есть, специально матрикс, коронар. Вот, вот эти капли, их закапывайте, связаться, телефон у Олега, спросите, у него есть. Ну, вот здесь как раз восстановительный период, это ангел, просто, просто под язык, ну, сердце, сосуды обязательно, потому что это улучшение кровоснабжения, это все остальное, но ангел, это просто, вы знаете, вместе с селеном, отдельно селен можно пить в чистом виде, а отдельно ангел, прям, знаете, по 10-15 капель, потому что он восстанавливает соединительную ткань, а кости и суставы, это соединительная ткань, будет зарастать все, как на собаке. По секрету, можете даже брать инсулиновый шприц, набирать ангел из нашего продукта, потому что он стерильный, и туда немножко лидокаина, и втаяние от врачей колоть, ну, повыше немножко, где операция была, там, сбоку где-нибудь, в ногу, инсулиновыми шприцами не больно, и у него еще быстрее будет все зарастать, поверьте мне. Так, это вот у кого был тазобедренный сустав, тем более, это вот, да, да-да-да-да-да, ну, реликтум, там все остальное, салютом, все можете давать, но ангел, это просто, просто, поверьте мне, ангел, это все, просто в этой ситуации, вот, ему лучше перейти, да, да-да-да-да-да-да-да, да, диета 28 дней всем, показано, вообще, абсолютно всем людям, и детям, и взрослым, и подросткам, вообще всем. Да, вот, написал Олег, для связи можно запрос, мне это все, ну, вот, как-то так, дорогие мои, значит, во вторник, с пятницы, готовьтесь, будем изучать продукты, отвечать на ваши вопросы, коварные, вот, при остеопорозе, тоже ангел, пока, потом у нас будет препарат, для костной системы, еще дополнительно к этому, при остеопорозе, ангел, соединительная ткань, и никаких кальциев не пить, потому что, ну, ладно, про остеопороз, потом расскажу, ну, ладно, хорошо, ангел, пока, начинайте, ангел, селен, матриц, реликтум, там, по-моему, витаминов, микроэлементов, которые вам будут нормализовывать, всасывание в костях, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому остеопороз, ангел, ангел, ну, все, спасибо вам большое, за то, что вы меня выслушали, вот, спасибо, большое спасибо, огромное спасибо, вот, значит, всю следующую неделю, посвящаем продуктам, которые есть, и которые будут, а будет, женская эндокринная система, мужская эндокринная система, помощь, в процессе нормализации веса, и для головы, для головы будет помощь, вот, прекрасно будете себя чувствовать, спасибо вам всем большое, что вы меня в пятницу слушаете, во вторник, вот, всем, всем желаю здоровья, самое главное, его не купишь, все можно купить, кроме здоровья, желаю вам здоровья, ну, все, счастливо, счастливо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok